Естественно постарались. Дело в том, что Попова, не надо путать с Дианой Поповой, болгарской, известной гимназской, она не лидер, она не суперзвезда, а Катя, извините меня, абсолютная чемпионка мира Олимпийских игр. Оценки вроде так, 9-7, 9-9 разница. Но извините, в этом-то и суть суперкласса. Там от 9 до 10, а здесь от 9-7 до 9-8. И уж если она получит 9-95, так это вообще потолок упадет, понимаете? Вот мы как-то сейчас невзначай коснулись болгарской гимнастики, как раз очень юная болгарская гимнастка Теодора Александрова выступает. И уже несколько лет наблюдается такая тенденция, что болгарки уже не составляют достойной конкуренции спортсменкам из бывшего Советского Союза. Как вы думаете, почему это произошло? Я думаю, что там много причин. Много причин. Ну, во-первых, о двух школах. Во-первых, школа одна. Школа, в общем-то, наша, потому что болгарские тренеры учились у нас в свое время. В церкви не свой застиль был, а стиль? Да, стиль, несомненно, я как раз к этому и веду. Болгарский стиль, динамичный, национальный стиль, блистательный, несомненно. Школа одна. Просто Жюлета Шишманова в своей книге, которая издана в стране, это основатель болгарской школы, уже, к сожалению, покойно. Она погибла перед чемпионатом мира уже много лет назад. Иван Главек, это спросит с командой. Она писала как раз о том, что, кстати, я благодарю наших тренеров в российских и советских церкви за науку. Но школа одна, а стильовое решение другое. Это их команда. Продолжение следует...